приветствую вас вы слушаете антона кузнецова и смотрите телевидение бедвората тв телевидение без иллюзий и сегодня у нас тема может ли женщина принадлежать богу и просить бога чтобы он ее направил и помог и помог ей сложной ситуации как обычно это письмо нашего нашей зрительницы и она задала этот вопрос такой формулировки пока у меня нет мужа могу ли я принадлежать богу и просить его направлять меня в жизни и помочь благоприятно выйти из моей тяжелой ситуации разумеется я буду предпринимать все возможные усилия следовать наставника рекомендациям наставника но при этом было бы полагаться на бога как на защиту и как на верный путь вопрос очень красивый можно сказать духовный или душа и мы слышали много историй может быть художественных а мужик реальных и жизни когда женщина обращалась к богу полагалась на него молилась ему уповала на него очень такое красивое слово и получил какие-то очень мощные сильные ценные жизненно важные результаты да такие случаи бывают и нам кажется это закономерным что женщина может принадлежать богу просить у него чего-то если это будет искренние постоянные молитвы значит у нее все будет хорошо но с другой стороны мы знаем много других ситуаций когда очень не только набожные благочестивые молящиеся богу женщины а честные чистые праведные попадали в очень неприятные ситуации иногда очень трагические они взывали к богу но почему-то он их не спас от этих ситуаций и это кажется парадоксом как это может быть и и противоположные ситуации случаев жизни и противоположная можно сказать ну воля бога в контексте этих женщин и чтобы с этим вопросом разобраться ответ на не очень простой нам нужно понимать на каком законе основано влияние бога на жизнь человека и в каком мире в жизни человека какой реальности жизни человека находится бог и все духовное бог это очевидно не объект вовне и бог это не внутреннее ощущение или эмоция бог это то что нужно осознать как высшую силу бог это тоже на понять как того кто все создал и всем управляет поэтому не надо его искать вовне в проявленном материальном мире в объективной реальности не надо искать его в своих эмоциях и ощущениях а надо искать его высшей глубокой реальности где мы что-то осознаем и понимаем конечно я предвижу ваше возражение что бог вызывает счастье любовь радость и другие эмоции но не не является счастью радости блаженство или эмоции это моя реакция это реакция каждого человека на опыт бога блаженство счастье удовлетворение радость ну любовь часто это называют любовь богу высшая безусловно люб поэтому когда я сознаю бога я на него реагирую и у меня внутри очень хорошо я счастлива как сказала бы женщина а мужчина сказал я удовлетворен поэтому понимая что бог находится выше реальности осознания то теперь смотрим где находится вопрос запрос или проблема женщины а находится вовне у него внешний кризис может быть финансовый кризис может быть кризис в отношениях с каким-то человеком вот и не тяжелая ситуация во внешней реальности скорее какая-то все-таки материальная ситуация может быть у нее нет работы или у нее обанкротился бизнес или что-то произошло с какими-то другими объектами пусть даже людьми но это находится вовне и поэтому как может бог будучи силой духа осознания силой бытия и существования очень абстрактной и тонкой ввести ее в конкретной ситуации может быть там на нее наехала налоговая или бандиты и причем здесь бог он не создавал не только каких-то отдельных представителей социума он и социум не создавал это порождение человечества и это ну не божественное творение а творение рук людей или какого-то конкретного человека или в целом людей поэтому нужно понимать что решая проблемы во внешней реальности и пытаясь обратиться какой-то абстрактной глубокой силе пусть даже напрямую богу мы решаем запрос не там где он находится а почему же женщины хотят быть под покровительством бога принадлежать богу просят его направить потому что это свойство и мужчин и женщин людям нужен покровитель у ребенка есть покровитель в виде родителя у какого-нибудь там вассала есть феодал как покровитель у того кто работает на проковительство на государство есть в целом покрытие как государство у кого-то покрытие может быть мастер руководитель или наставник и людям нужен покровитель и женщина это тоже чувствует но вместо того чтобы найти реального покровителя живого с которой можно общаться и который решит ее проблемы она как бы заходит на слишком высокий уровень какое-то из такое выражение перепрыгивает через голову через иерархию через уровне субординации и хочет покровительство кого-то высшего даже когда вот в этом вопросе нашей зрительницы есть такая фраза я буду при этом слушаться наставника то есть кому она принадлежит богу непосредственно в чистом виде или она принадлежит наставнику который является для нее воплощением или передатчиком того что хочет бог ей сказать и принадлежать двум сущностям или искать покрытиество у двух сути или людей это неэффективно и это неправильно бог будет подал понимать что она следует не ему а наставнику а наставнику будет время сомнения что она все-таки слушает не меня а бога и оба будут не в состоянии ее вести и ей покрытие поэтому добывают отдельные случаи исключения редкие случаи когда женщина действительно ведет бог и мы читали слышали видели или нам рассказывали об этих случаях но в целом это бывает как что-то уникальное как вот святой просветленный человек это что-то уникальное их единицы их не может быть много и не может быть женщин много тем более большинство которые реально принадлежат богу и которых он сам лично направляет через знаки знамения указания озарение осяние и другие вещи которые она осознает не видит не чувствует не слышит осознает поэтому если вас бог ведет в это сразу почувствуете у вас не будет вопроса кому принадлежать вы уже знаете кому вы принадлежите к ему идет если у вас есть вопрос а не стать ли мне принадлежной богу это скорее всего вопрос интеллектуальный или информационный и к реальному опыту бога этого конкретного человека в частности женщины в этом вопросе он не имеет близкого живого и реального отношения поэтому принадлежать стоит всем нам и мужчинам и женщинам принадлежать тому кого мы реально чувствуем чьи указания предписания слова или как их назовем то чем нас ведут мы реально ощущаем чувствуем и в этом не можем ошибиться вот да это сложно да это как бы против нашей личности нашей индивидуальности но это реальный и работающий путь благодарю вас за понимание вы слышали антона кузнецова и смотрели телевидением видоврата тв до следующих выпусков